Продолжение следует... Ведь что главное – найти средства на свои нужды. А с какими сложностями, тем более сейчас, сталкивается деловое сообщество, мы задумываемся мало. Но для уполномоченного по защите прав предпринимателей – это ежедневная и очень важная деятельность. У нас в гостях омбудсмен Шемелина Марина Анатольевна. Марина Анатольевна, здравствуйте. Доброе утро, Ирина. Мы рады снова видеть вас в нашей студии. В этом году исполнилось ровно 10 лет со дня образования в России в целом и в регионах такой структуры, как Институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Вы возглавили его с первых дней и с чего начали? Да, действительно, в этом году исполняется 10 лет создания правозащитного института для бизнеса, как в целом по России, так и у нас в Приморском крае. Я напомню, что Приморский край тогда в числе первых 15 субъектов учредил этот институт, а на Дальнем Востоке мы были вообще первые. Конечно, основная задача была принятие регионального закона об Уполномоченном. Это вообще в целом создание структуры, потому что до этого вообще не было такой структуры в Российской Федерации. Мы начинали все с нуля, поэтому мы совместно с бизнес-сообществом, с правительством края, администрация края тогда была, с депутатами, мы начали работать над законом. Продлилось это два года. Все это время я работала в аппарате губернатора. После принятия закона я была уже в соответствии с принятой процедурой, мы пересогласованы уже на государственную должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. В сентябре 2014 года мы уже зарегистрировали самостоятельный государственный орган, коим сейчас и являемся. В заметках, датированных 2012 годом, я прочитала отношения представителей бизнеса к самому факту создания этого института. Они были очень положительные. Бизнесмены говорили, что да, очень не хватает вот такой структуры. И, насколько я поняла, главной болью, как сейчас говорят психологи, бизнеса того времени были бесконечные проверки. Вот прокомментируйте. Да, действительно это так. Первый опрос, который мы провели по итогам 2013 года, по проблемам, которые волнуют бизнес, показал, что контрольно-надзорные органы беспокоят бизнес больше всего. Среди проблем на первом месте значилась проблема проверок. Если посмотреть опросы, которые мы ежегодно проводим по итогам года, если посмотреть сейчас, то эта проблема опустилась где-то уже во второй половине всех проблем. И надо сказать, что с 2013 года по 2019 год количество проверок сократилось на 82%. Но если вот в 2013 году их было более 11 тысяч в Приморском крае, плановых только проверок, то по итогам 2021 года чуть больше трех тысяч. Как говорится, почувствуйте разницу. Да. Это все работа омбудсмена? Ну, я не хочу сказать, что это только работа омбудсмена. Это все благодаря реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. Но мы принимаем самое активное участие при ее реализации. Вот сейчас мы, в частности, сейчас объявлены мораторий на проведение проверок. И как раз бизнес-амбудсмены мониторят исполнение, соблюдают ли госорганы этот мораторий, не соблюдают ли. Поэтому вот вся реформа контрольной деятельности, она идет при нашем активном участии. Складывается такое впечатление, что госорганы только и ждут, чтобы вот эти проверки устраивать. То есть это как-то вот надо прям их сдерживать? Ну, наверное, не совсем так сейчас. Ситуация все равно меняется. Ситуация меняется. И в прошлом году был принят новый, вступил в действие новый федеральный закон по контролю-надзору 248 ФЗ. И вот как раз основной смысл этого закона – перевести контроль на профилактический. То есть сейчас все-таки большую долю должны занимать профилактические визиты. Как помочь бизнесу соблюсти все требования? Потому что на самом деле требований огромное количество. То есть профилактировать нарушения в бизнесе гораздо проще и конструктивнее, наверное, чем наказывать людей. Марина Анатольевна, а какие еще достижения за минувшие 10 лет вы считаете важными, главными? Я думаю, что главное достижение, что за эти годы мы спасли сотни бизнесов и тысячи рабочих мест. От закрытия, от ликвидации? Да, то, что они смогли продолжить работу – это различные вопросы. Это не то, что сегодня стоял вопрос, что я сегодня закрываюсь. Но многие стояли перед этим выбором. И при изменении систем налогообложения, и при изменении законодательства в сфере земельных правоотношений. И много очень таких вопросов. Я сегодня хочу сказать о том, что полномоченные активно принимают участие в работе по улучшению бизнес-климата в регионе. И за вот эти годы мы сформировали очень много предложений. И есть предложения, которые были приняты правительством, краем, законодателями. И если сравнивать как 10 лет, сколько времени уходило предприниматель на оформление тех или иных услуг, то мы увидим, что значительно сократилось и количество процедур, и сроки получения государственных услуг. И, кстати, большая часть из них сейчас переведена в электронный вид. То есть, не выходя из дома, ты через сайт госуслуг можешь получить какие-то разрешения. Это удобнее? Конечно, это намного удобнее. Это экономит время, это экономит деньги предпринимателей. Я хочу напомнить, что мы провели такую работу. И где-то в первой пятилетке мы смогли вернуть, поменять, изменить место в выдаче разрешения СИТЭС. Это на вывоз древесины ценных пород. Его выдавали в Москве. И, представляете, наши предприниматели вынуждены были ездить в Москву, чтобы там оформить эти разрешительные документы. Мы благодаря нашему институту, благодаря Борису Юрьевичу Титов нам помог, мы перенесли снова в ДФО. Ну, во Владивосток не получилось, но хотя бы в Хабаровске. Он тогда был центром ДФО, и мы смогли перенести это в Хабаровск. Мы смогли тогда наложить мораторий на статьи КОАПа при использовании тахографов. Когда не было еще налажено производство самих тахографов, а статья о привлечении к ответственности за их отсутствие в КОАПе была. Мы смогли это сделать. Мы смогли на федеральном уровне продлить льготу по налогу на прибыль для медицинских организаций. А на региональном уровне снизить и установить до 1% ставку по упрощенной системе налога для наших аптек. Буквально недавно, в 2020 году мы добиваемся введения электронной очереди на погранпереходах. И в 2020 году она на региональном уровне была введена. Правда, она была отменена, но сейчас мы получили сообщение, что на федеральном уровне все-таки планируют введение этой электронной очереди. Надо отдать должное, Борис Юрьевич Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, обладает, наверное, сильной интуицией и смог сформировать достойную команду в регионах. Каждый региональный уполномоченный душой болеет за дело. На федеральном уровне проведена амнистия для осужденных по уголовным экономическим статьям. И пусть она была проведена в усеченном виде, но все равно ведь более, по-моему, 2000 предпринимателей получили свободу. Федеральный институт очень активно работает вообще по гуманизации уголовного законодательства. Вот если сравнивать, когда мы пришли, когда институт только создавался, применение меры пресечения для предпринимателей и применение 210-й статьи Уголовного кодекса, а это организация преступного сообщества, это было как в порядке вещей, то сейчас это все-таки в порядке исключения. Преступное сообщество, там, наверное, более строгие наказания. Конечно, это, во-первых, более строгие наказания, во-вторых, это дает право применить меру пресечения содержания под стражей. А что вменяется? Директор, бухгалтер, менеджер. Три человека. Это уже сообщество. Марина Анатольевна, вот интересно, омбудсмены, как правило, это люди сами бизнеса? Ну, в прошлом там, может быть, надо же изнутри знать дело. Ну, вы знаете, разные, но большинство все-таки это люди, пришедшие из бизнеса. Особенно вот первый наш состав, который Борис Юрьевич очень тщательно подбирал, для него играло большое значение, а все региональные уполномочения, согласно действующему законодательству, проходят согласование, кандидатура, проходят согласование обязательно с уполномоченным при президенте. И вот для Бориса Юрьевича очень важно было, чтобы кандидат, либо имел опыт предпринимательской деятельности, чтобы действительно, как вы правильно говорите, понимать, о чем идет речь, и знать все это изнутри. Власть поворачивается лицом к бизнесу в реальности, а не только на бумаге. Я вот привела уже некоторые примеры, и отсюда видно, что все-таки по некоторым, по отдельным вопросам, которые мы поднимаем, мы добиваемся принятия. То есть если бы власть нас вообще не слышала, исполнительная власть, законодательная нас вообще не слышала, то мы бы, наверное, этих примеров не добились. Вообще, вот буквально на днях состоялся день рождения опоры, региональной опоры России, и предприниматели, которые выступали на праздники, они говорили вообще о том, что приморская власть, региональная приморская власть, наверное, самая открытая власть, те предприниматели, которые бывают в других регионах. И здесь можно привести пример, допустим, вот тот же 2020 год. Пандемия, очень серьезные ограничения, и надо сказать, что в Приморском крае это были самые длительные ограничения на территории Дальневосточно-федерального округа. Но благодаря взаимодействию и у губернатора, и правительства края, бизнес-сообщества, уполномоченной, мы смогли принять серьезные меры поддержки, и мы смогли все-таки сохранить приморский бизнес. Продолжая тему санкций и вот этих всех ограничений, санкционные пакеты со дня военной операции, ведь они только множатся, и, как пишут, сейчас уже введен шестой с половиной пакет запретных всяких мер. Вот как выживает приморский бизнес региональный, дальневосточный, да, и что дальше вообще? Ну, здесь надо сказать по-разному. По-разному, в зависимости от вида деятельности, в зависимости и от собственного характера. И мы видим это на примере компаний, мы видим, что некоторые адаптировались и продолжают работу в том же масштабе, в котором они делали это до февраля месяца. Некоторые взяли паузу. Кто больше пострадал, какие отрасли? Это компании, которые связаны были с внешнеэкономической деятельностью, компании, которые в своем производстве использовали оборудование, там, составляющие, комплектующие, как угодно можно назвать, именно те, которые сейчас невозможно сюда поставить. То, конечно, они сейчас терпят трудности. В марте месяце это были трудности, связанные вообще с невозможностью расчетов, с курсом доллара. Сейчас некоторые компании, которые в марте ставили на паузу в связи с высоким курсом доллара, сейчас они наоборот наращивают обороты, потому что курс у нас упал. Мы знаем сейчас примеры открытия новых направлений. Недавно вот Терный лес открыл новое направление у себя. Они перепрофилируются как-то или еще вводят дополнительные? Вводят, ну, я еще раз говорю, по-разному. По-разному. Кто-то вводит новое направление, кто-то переформатируется и абсолютно начинает новое направление. Есть и открытие новых предприятий. Марина Анатольевна, далеко заглядывать, наверное, это все-таки не очень правильно, но, тем не менее, очень интересно услышать от вас про планы, перспективы в работе уполнолоченного по защите прав предпринимателей. Как я уже говорила, мы являемся государственным органом, и наша деятельность четко регулируется законодательством и далее будет направлена на защиту прав и законных интересов наших приморских предпринимателей. На текущий момент у нас есть несколько таких задач, которые мы решаем. Первое – это не допустить принятия поправок в закон о рекламе. Вводят единого оператора цифровой рекламы. И мы вчера только со всеми заинтересованными сторами, это и бизнес-сообщество, и представители администрации города, и правительство края, мы вчера только обсуждали эту тему. Это же монополия со всеми вытекающими от сюда проблемами. Совершенно верно, поэтому мы все очень отрицательно относимся к этому законопроекту. И вот наша задача на текущий момент – не допустить принятия этого законопроекта. Хотя он принят уже в первом чтении. Такая работа ведется всеми моими коллегами, потому что это же закон, федеральный закон, конечно. А вторая работа, мы сейчас по ней работаем с весны. Ювелирная отрасль. Да, совершенно верно. Это уже свершившийся факт, уже закон принят. Мы, к сожалению, не знали о его принятии, потому что не анонсировался и не обсуждался также бизнес-сообщество. Мы сейчас работаем по вот этой проблеме и тоже очень надеемся, что нам все-таки удастся донести до наших законодателей, до исполнительной власти вот эту проблему. А скажите в двух словах для тех зрителей, которые не в курсе, чем принятие этого закона может обернуться для многочисленных предпринимателей, которые работают на ювелирном рынке? Ну, у нас в Приморском крае зарегистрировано 257 предпринимателей, которые работают в ювелирной рознице. Это небольшие магазины площадью до 150 квадратных метров, это мелкие производства, это мастерские. Весной этого года внесены поправки в налоговый кодекс, которые запрещают применять специальные налоговые режимы в этой отрасли с 1 января 2023 года. Они сейчас работают на упрощенной системе налогообложения. Это система налогообложения, на которой работает малый бизнес. Их сейчас приравнивают, по сути, к большому бизнесу, и с 1 января они должны работать на общей системе, платить НДС и все вытекающие отсюда последствия. Я встречалась... Они не выживут тогда? Да, конечно, я встречалась, они, конечно, все говорят о том, что они не смогут работать, но объективно я считаю, что, конечно, все они не закроются, но половина закрыться может. Что такое половина? Это 125, на каждом предприятии работает от 5 до 15 человек. Поэтому, конечно, этот закон нужно рассматривать с точки зрения не только бизнеса, но и с точки зрения сохранения рабочих мест. Законодатели говорят о том, что при введении этого закона будет повыситься поступление в бюджет. Мы посчитали. С учетом того, что часть предприятий закроется, бюджет потеряет. Желаем, чтобы все получилось у вас и на этом поприще тоже в отстаивании прав предпринимателей. Спасибо, спасибо. Нам поддержка очень нужна в этой части. Марина Анатольевна, нас смотрят люди разного возраста. И что бы вы пожелали тем, кто находится только в начале своего предпринимательского пути? Вот на ваш взгляд, какая черта характера обязательны для бизнесмена? Верь в себя и в свой бизнес. Можно очень много перечислить критериев. Правовая грамотность, это, как говорят, предпринимательская чуйка, это ответственность, добросовестность и все прочее. Но если у человека нет веры в себя и в свой бизнес, сложно ожидать развития такого бизнеса. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что поднимаете важные вопросы и за внимание к нашему институту. Это была программа «Время говорить». В студии работала Ирина Шилина. В гостях у нас была Шемилина Марина Анатольевна, уполномоченный по защите прав предпринимателей. До новых встреч.